Добрый день, дорогие друзья! С вами Лена Тарарина. В этом видео я хочу рассказать о том, как правильно научить ребенка проигрывать. Для того, чтобы вы первыми узнавали о том, что на канале появилось новое видео, нужно подписаться на колокольчик, а также поставить лайк, чтобы наше общение с вами могло быть взаимоинтересным. Итак, как правильно проигрывать. Для того, чтобы понять, как правильно проигрывать, логично отдать ответ на другой вопрос. Нужно ли с самого детства прививать ребенку мысль о том, что ты должен быть первым, ты должен быть лучшим, ты должен быть the best of the best, ты должен быть топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ошибка, которую часто допускают родители, особенно родители, которые находятся в молодом возрасте, они говорят, ты лучший, ты самый-самый, ты самый-сверх-сверх-сверх. Когда ребенок выходит на улицу и начинает проверять это убеждение мамина, что он топ-топ-топ лучше всех бегает, лучше всех строит пасочки и так далее, мир, он, знаете, такой вообще жестокий парень. И он говорит, слушай, вот тут есть Сережа, он вообще гораздо лучше бегает, строит пасочки и висит на турнике, поэтому ты не лучший. И представьте себе состояние, с которым сталкивается ребенок, когда его семья, мама, папа, бабушка, дедушка, все говорят, ты вау, он выходит в мир, а мир ему говорит, обычненький ты, обычненький. И в этот момент у ребенка возникает один вопрос, а что вообще происходит? Неужели те, кому я доверял и кого я любил, меня обманывали? И когда говорят, что возникает разрыв между доверием взрослых и детей, то одна из первых причин разрыва в том, что взрослые не говорят ребенку правду о нем. Сильно важно, чтобы у ребенка в буквальном смысле слова был рейтинг. В этих качествах, в этих навыках ты один из лучших. Вот здесь твой уровень средний, можно что-то сделать, если ты хочешь. Вот здесь пока не дается. Ну так у каждого человека, смотри, ну вот это ты пробовал, ну это сложно, потому что там у тебя нет, я не знаю, должного уровня подготовки, память у тебя может быть еще недостаточно развитой. То есть вы объясняете ребенку причиной, почему он в этом не лучший. И это сильно важно, когда ребенок честно знает про себя. Это похоже на то, что когда вы идете на прививку, ребенок спрашивает, мама, будет больно? И мама должна сказать, да, будет больно вот так, я тебя потом обниму, пожалею, и мы с тобой съедим вкусное мороженое. Вот это будет правда. Но говорить ребенку о том, что будет не больно, будет все классно, будет все хорошо, это в прямом смысле слова обман. А обман возвращается к нам всегда тревожными состояниями, паническими атаками. И вот этим состоянием не могу найти свое место, не могу найти выход из ситуации. Поэтому будьте честными, говорите правду вашим детям, и тогда возможность учить их проигрывать отпадет сама собой, потому что ребенок будет хотеть быть счастливым. Лучшим не значит счастливым. Меня зовут Елена Тарарина. Если вы хотите узнать больше о том, как мудро воспитывать детей, посмотрите содержание курса «Арт-терапия в работе с детьми». Там огромное количество потрясающих тем. До встречи!